всем привет ребятки сегодня давайте рассмотрим матч манчестер юнайтед арсенал или арсенал манчестер юнайт погнали по тактике да как бы все так но были определенные нюансы смотрите дело в том что по-хорошему как задумал уже артета пп и мартинелли при защите садились сюда с метро партии вот так вот и иногда в зоне подбора на угловых там еще на каких-то подачах ляказет ляказет да чтобы понимали единственным был опорником вот так вот арсенал играл в защите я не скажу что это автобус но очень круто арсенал распрямлялся притом атаковал он через фланги через фланги то есть мартинелли суареш пп бельярин притом мартинелли провалил первый тайм потому что он не успевал сдваиваться суарешем и там была дырка в обороне атаковали через фланги ляказет с метро ову там по центру выдвигались эти по флангам притом ни партий ни джака не подключались считай в атаку они всегда оставались считай на своей половине поля ну либо в центре никогда ни разу не видел можете меня поправить если что но такая вот задумка была разгоняться через фланги подключаться в атаку с метро или козет на место нападающего и по флангам взаимодействовать но вот так играл арсенал не в защите и в атаке пружина конечно не было дико и с точки зрения того что распрямлялись они очень быстро очень быстрые контратаки пыль иногда ими из-за того что играли узковато по схеме четырьмя защитниками да по факту там было по ширине 3 манчестер иногда по флангам их надавливал почему потому что шеффилд не позволил манчестеру простреливать флангов они должны были где-то зоны вот отсюда с мартинелли вешать то арсенал спокойно по проходу по флангу и вешал ключевым здесь был шоу который завешивал 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 в итоге были опасные моменты арсенал же манчестер контратаковал неплохо как играл манчестер я не понимаю авторов до манчестер уже не первый матч играет по этой схеме кого не нападающий рэшфорд тоже нападающего так вот пагба в центре вот так вот мактоминый с фредом по флангу при том фред первом тайме прикрывал шоу если же атаковали дата пагба выбегал в атаку фред выбегал в атаку мактоминый оставался сзади почему это важно да потому что фред быстрее может выполнить больше объем в атаку и в защиту поэтому и пагба и фред подключались а мактоминый оставался сзади плюс в первом тайме бисака шоу одинаково подключались почему манчестера вдруг не получается атаковать именно флангом бисаки почему арсенал там их просто разрывает по флангу бисаки потом я понял дело в том что во втором тайме мало того что активность виллиана и сдваивание в защите не позволили манчестеру по сути этого делать так еще и мактоминый ушел который здесь оставался и в итоге оставаться должен был отчасти где-то бисаков троечки поэтому арсенала здесь было где-то свободная зона и у них получилось именно так на фланге плюс повторюсь нельзя и виллиана убирать со счетов он тоже мог заставить манчестер вот так играть чтобы бисака здесь оставался то здесь непонятно то ли это задумка сурсера то ли артета так сделал что бисака в итоге не подключался только в конце матча он там подключился могли за этого сделать гол ну вот так вот играли манчестер подает угловой как обычно в район 11 метровой отметки арсенал кстати это учел очень хорошо играл на угловых но не очень на подачах именно с игры не успевали расположиться либо еще знает почему короче факт том что практически 9 человек арсенала находится именно своей штрафной на угловом зона подбора свободная туда отлетает мяч и фред будет пробивать здесь фред видите начинает готовиться к удару 11 игроков арсенала находится за линии мяча чтобы вы понимали один еще на фланге там вроде как бегать то есть арсенал полностью вжимался в штрафную при атаках манчестера я такого давно не видел но при этом компактно очень хорошо разбегались лена молодчинка потянул очень опасно удар фреда цедрик суареш отдает пас на мартинеле ну неудачно прессинг манчестера в одной части поля дает результат кстати арсенал за первый тайм три или четыре раза обрежется именно при выходе из защиты во втором тайме будет по моему только один раз первый тайм с точки зрения перехода защиты в атаку арсенал чуть провалил поэтому и хуже отыграл рэшфорд перехватил этот мяч мяч отлетел к пагба пагба отдаст на фланг бруно бруно будет завешивать кстати проблема бруно что был центр занят здесь центр видите кто занят парте и джак там практически пройти нельзя было бруно провалил два матча за сезон но отчасти это не его вина но факт в этом есть это два матча с арсеналом в первом против него играл альнени во втором просто зона центрополя было занято а с фланга бруно играет хуже именно навесами навесы резки у него не идут у него идут закидушки и разрезающие пасы здесь бруно увидел движение кавани и попытался навесить до прошел бы пас было опасно но арсенал все таки играл достаточно плотно и здесь всего один игрок кстати манчестер в этом матче играл непривычно много через фланги с чем связано повторюсь в первом матче арсенал просто сожрал центр поля именно центральную часть через нее пройти нельзя было поэтому скорее всего в этом матче сушер пошел через фланги он изначально где-то приговорил бруно к плохой игре но начал играть через фланг дало это результат ну в принципе на гол наиграли но и пропустить могли где-то но опять же там и травма мактомина сыграла роль давид луис выиграл второй этаж как раз таки у кавани и здесь начинается атака арсенала обратите внимание лекозет практически в центре и не забудьте что это атака с ходу манчестера было при перехвате и посмотрите какое количество здесь игроков арсенала у себя на половине поля с метроу при выходе из обороны сделал офигенный рывок он и фреда прошел считаем актамины прошел сейчас будет отдавать пас как раз таки на пп на фланг пп молодчинка и придержал мяч и сделал финт и ударил но удар здесь был неправильным здесь надо было вешать на мартинелли который был один бисака за ним не успел так как в этом эпизоде была атака с ходу манчестер а потом контратака арсенала таких эпизодов всегда как говорится попал по воротам забил гол молодец не забил значит надо было отдавать пас тогда ошибочное решение бильгерин отдает пас на смит роу но опять же манчестер смотрите накрывает прессингом здесь в итоге фред спагба отберут мяч фред отдаст на бруно бруно дальше на кого не кого не будет уже направлять атаку манчестера у кого не мяч отберут давно в итоге манчестер все равно вернет и в итоге мяч оказывается пагба на фланге пагба же отдаст на забегание шоу тот будет простреливать шоу навешивает да на бисаку но прикол здесь не в этом прикол в том что арсенал играл в четыре защитника но по сути они располагались как три очень узко да здесь бильгерин выходит на подачу но в его зоне считаю штрафной располагается тогда п.п. а вот если п.п. не успевает туда сместиться до его подстраховать либо п.п. не встречает то туда уже ныряет кто-то из опорников смотря с какого фланга либо партия либо джак а вот мартинели при этой подачи не успел сесть левым защитником не успел сделать ширину для арсенала в обороне поэтому бисака и пробил лена выбивает мяч в борьбу здесь как бы все понятно другое дело что этот мяч выигрывает пагба я дает тут же разрезающую передачу на ход бруно бруно на смене движения конечно обводит давида луис хоть он не финтер но давид луис еще тот центральный защитник тут арсеналу чуточку повезло не попал тут пагба дает мяч шоу на фланг но видите да как узко играет арсенал у него четыре защитника располагаются именно в зоне штрафной я имею ввиду по ширине это очень узко поэтому и зоны поэтому и проходили где-то прострелы на вес и всегда пожарили просто из-за того что было достаточно узко и давали по флангам где-то пробиваться но при этом закрывали центр здесь шоу опять простреливает и опять бисака здесь один оказывает суарыш там на грани фола всегда выбивает и может и не успеть почему потому что мартинелли не успевают вернуться видите да бисака оказывается выше рэшфорда мартинелли не успевает за бисака возвращаться от этого и косяки идут есть два его не на флангах в атаке здесь из два его не на флангах в обороне не работает мяч арсенал все-таки выбил но опять же смотрите что получается в итоге мяч доставили бруно и бруно опять будет во фланг загружать шоу так как кого не ушел на фланг ближе к рэшфорду а второй центральный защитник где-то это прозевал в итоге против кого не должен был играть суарыш а рэшфорд остается один почему потому что мартинелли не сдваивается на фланге в обороне рэшфорд неудачно обработал мяч либо надо было пробивать в касание но здесь стопроцентный голевой момент как не попал как не успел обработать не знаю но тем не менее выжили только штрафной от бруно знаете что делает артета во втором тайме да он меняет мартинелли в начале на виллиана хоть виллиан по сути всегда играл справа здесь же партия дает пас на ляказета ляказета дал на ппп будет запускать на фланги беллерина опять же манчестер очень узко здесь сел почему так получилось потому что вылетел мактоминой из-за этого они уже стали играть а левых и правых защитников должны были уже страховать рэшфорд и марсиаль но они этого не делали и не будут беллерин на фланге вместо того чтобы вешать толщу увидел подключение виллиана и навешал на дальнюю и вот здесь без а каким-то чудом просто заблокировал удар виллиан я не знаю как у него получилось но получилось не вернулся встречать марсиаль не страховал рэшфорд бисаку на фланге то этого стало узко из-за того что шоу должен был выкидываться где-то на фланге они перестроились поэтому вот такой момент получился магуайр продирается по центру поля и отдает пас по фланг шоу видите какой важный игрок в этом матче стал шоу и по сути насколько бесполезен час бруно потому что команда идет через фланги шоу продирается по флангу мяч отлетает к фреду и фред тоже запускает марсиаля по флангу марсиаль попытался сделать финт но в итоге получился пас на шоу здесь шоу простреливает на кого не как кого не здесь не попал ребят я не знаю но не попал не попал черт с ним штрафной арсенала с которого ли газета пойдет перекладину что здесь примечательно опять же посмотрите расположение дыха он правильно располагается он закрывает угол где не находится стенка вот почему это важно во первых ты закрываешь угол в которой идет прямой удар это ваш во вторых ты видишь удар есть ты находишься за стенкой ты правило удара не увидишь именно момент его поэтому я в кубковом матче алисону и пихал здесь седрик суараш будут навешивать фред немного не перестроился мне так кажется не успел чуть-чуть поэтому и опасный удар ну и ленделев конечно выбил мяч как раз таки на ногу с метроу здесь манчестер на впервые за матч словил арсенал на контратаке не на атаке сходу до когда прессингуешь именно на контратаке бруно отдаст на забегание рэшфордом рэшфорд отдаст на кого не кого не здесь просто опять не попал по мячу мяч отлетает к марсиалю и марсиал отдает мяч на забегание шоу шоу прострелив вдоль штрафной и кого они не успевают замкнуть давид луис выносит мяч так как шоу не успевает вернуться манчестер обороняются же в три защитника здесь бильярин дает пп на фланг так как шоу в атаке мячитель защищается в три центральных защитника пп пробивает но чуть не попадает погба отдает на фланг бисаки бисака простреливает в район 11 метровой отметки обратите внимание виллиан успевает все-таки сдваиваться вот в чем разница виллиана и мартинелли виллиан успевал это сделать плюс в атаке еще много работал с точки зрения подключений с точки зрения обвода к этого таки а в обороне что имею ввиду сдваиваться это значит либо встречать подающего либо занять позицию лево-право защитника который ушел на эту подачу мяч после пострела бисаки долетает до кого никого не не попадает там створ ворот но там он опять же хорошо постраивался под мяч там чуть ли не в падении другое дело там оки марсельная на попасть здесь друг другу где-то помешали почему арсенала так много было именно паники после прострелов после подачи я думаю это качество центральных защитников как бы это странно не звучало но с такой обороной хоть вы на ноли играете уважаемые фанаты арсенала это писец теперь по статистике да в принципе манчестер играл чуть лучше но наиграл ли он на победу нет наверно почему у него выше их жену наверное потому что более опасные моменты были а вот количество наверно где-то то же самое по игрокам да у арсенала лучший игрок в атаке конечно виллиан сто процентов человек вышел на замену перернул свой фланг мартинели провалил кто еще арсенала немного провалил но мне кажется центральные защитники не должны они были позволять с прострелов с навесов столько пробивать игрокам манчестера ну может это еще тактика что достаточно узко играли по прессингу неплохо все прессинговали даже партии которого я критиковал за эти же показатели тут выдал 18 нам цепешников арсенала ложилась очень большая роль чтобы закрыть центр чтобы не дать разгуляться бруно они в принципе с этим справились другое дело что фланги при этом чуть открылись но вот так вот по арсеналу виллиан лучший игрок в нападении для козет много работал смитроу помогал выходить в атаку ну и два опорника джака партии которые занимались тупо разрушением беллерин там суарес тоже неплохо подключались и в защите отрабатывались я повторюсь здесь к арсеналу только претензии к мартинелли чуть к центральным защитникам так все молодцы у манчестера у манчестера смотрите их же кавани икса где бруно 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 наиграл на 02 xg и все то есть икса он принципе ничего не создал по пасам прогрессивные пасы по гва фред да там бруно тоже нет в первых рядах по ключевым бисака марсиаль шоу нет понятно да там они через фланги играли завешивали простреливали опять же бруно нет его накрыли вот мне скажут бруно форме или нет псевдо эксперты либо кто не разбирается в статистике в скелеты матча нет он форме арсенал его закрыл манчестер может быть по задумке сульсера играл через фланги поэтому мяч обходил бруно мяч обходил зону бруно она была выжжена игроками арсенала прошлом матче так получилось который был в первом туре во втором туре сульсер обошел эту пол защиту попытался обойти поэтому через фланги и шоу скрывать эту оборону почему бруно в форме смотрите прессинга 34 может человек который выдать 34 действия в прессинге быть не в форме я думаю не может просто модельно пожертвовали бруно чтобы выиграть где-то матч ты знаете такой отдаешь ферзя и выиграешь в итоге матч ставишь мат здесь да не получилось выиграть но тем не менее как играл манчестер мне понравилось другое дело мне понравилось как играл арсенал фред очень много работал в атаку защиту кавани кстати вот я кавани там чуть обозвал во время трансляции но тем не менее работал много то что он не попал да но он открылся вы понимаете открыться в штрафной и подставить ногу надо уметь марсель допустим не так часто открывался кавани постоянно переигрывал центральных защитников арсенала поэтому критиковать его за это я не могу да не попал бывают всем пока бак кстати играл из глубины поэтому очень неплохо атаковал в этом плане в статических показателях он превосходит бруно то есть он по показателям сыграл лучше чем бруно но это было наверно где-то оправдан бисака шоу тоже хорошо сыграли рэшвард неплохо играл кто провалил но в обороне на чуть не успевали и травма где-то мактоми на я помешала манчестеру более качественно сыграть в обороне то у манчестера не вошел в игру но мне кажется greenwood не попал в игру вот и все greenwood небольшие претензии и магуайр чуть тяжеловат был когда против него по поиграл он конечно ничего не мог сделать только пласироваться такие вот разборы пока манчестер